Забота о здоровье это очень серьезно, но при этом вполне совместимо с идеей большого семейного праздника, такого как ставший уже традиционным фестиваль-источник здоровья. Составим полной семьи, даже теща у нас присоединились. С младшей дочерью мы пришли вдвоем. Мы случайно здесь оказались, нам очень понравилось это, и решили зайти посмотреть, что же здесь происходит. Если посмотреть последние несколько лет, то рост интереса к здоровому образу жизни, к вопросам профилактики, он как бы имеется. Население заботится о своем здоровье, то есть и думает о своем будущем, потому что какое-то время назад все-таки большая часть населения обращалась тогда, когда случался пожар. И когда уже не всегда на этих этапах нужно помочь пациенту восстановить его здоровье и сохранить качество жизни. Выступления юных артистов, творческие мастерские, интерактивные площадки одинаково интересны и взрослым, и детям. Нам очень понравились специалисты, которые рассказывали о первой медицинской помощи. Вроде бы эту информацию еще в школе доносят до нас, но как-то забывается все, наверное, и время повторить очень полезно. Детей, естественно, заинтересовали в процессе помощи. Сначала подошли, попробовали все сделать с ребенком. Теперь, думаем, вдруг папе станет плохо. Посмотрим, что же можно сделать, как помочь ему. Профилактика – это основа основ. Рост проверился в глюкозу, в норме, все хорошо, жена успокоена. Мероприятия, считаю, правильные, нужные. И чем чаще, чем больше будет у нас население, это будет хорошо. Дочь прошла ЭКГ, вот сейчас мы подходим к специалисту, который нам расшифрует. Плюс очень интересно, я ни разу не слышала об этом обследовании. Вот здесь диагностика биометрическая проводится. Вот мы прошли его и тоже получили подробную консультацию. Данная лекция была, вот сейчас хочу побеседовать со специалистом после лекции. Обещание – это всегда полезно. Во-вторых, знакомишься с новыми людьми, узнаешь что-то нового от профессионалов. Ну, многое, что берешь по себе. Правильное питание и физическая нагрузка, секреты красоты и активного долголетия, новейшие методики генетических исследований, витамины и БАДы – эти и многие другие темы в рамках открытых лекций обсуждали специалисты эндокринологии, травматологии, кардиологии, педиатрии, гинекологии, косметологии и нутрициологии. Генотип не всегда, далеко не всегда проявляется в фенотипе. То есть, далеко не всегда, если есть предрасположенность к какому-то заболеванию, она проявится. Да, что делать, чтобы минимизировать вот это? Итак, остеопороз – это заболевание, при котором кости становятся грубкими и ломаются даже при незначительной нагрузке. Что такое незначительная нагрузка? Это падение с высоты собственного роста. Кости при остеопорозе ломаются даже при кашле, чихании, при каком-то неудобном повороте. Грамотный специалист, он поможет разобраться, когда же лучше. Например, если мы имеем какие-то патологии недвижимости, например, сахарный диабет, то утром-то точно не заниматься не будем. Да, у нас есть возможность сфотехи гипогликемической кризисы, и он выразит своему здоровью очень сильно. Если есть сосудистая патология, то мы, наверное, не будем заниматься вечером, когда будут определенные ограничения, то мы тут подберем немножко другую нагрузку. Соответственно, это очень важно. В нашем мире и, скажем так, с нашей организацией очень мало люди занимаются именно физической нагрузкой. Мы очень много сидим, очень много гипотинамии, и от этого, конечно же, развивается очень много заболеваний. Рецепт один – это активный образ жизни, здоровый образ жизни, да? Это активно-физическая нагрузка, причем желательно постоянно, вот, и прям меньше сидеть на диване и, в общем, заниматься спортом. В последние годы все здравоохранение Российской Федерации претерпевает определенные изменения и очень активно использует IT-технологии, то есть идет цифровизация здравоохранения. У нас представлены эти технологии на более высоком уровне. Также мы являемся клинической базой двух университетов – это Медицинского университета и Челябинского государственного университета. Восемь кафедр медуниверситета. Основных – это и педиатрия, и терапия, и хирургия, и онкология, и акушерство, и гинекология, и организация здравоохранения. Забота о здоровье начинается с грамотного информирования потенциальных пациентов, а встреча в неформальной обстановке, как показывает врачебная практика, не менее эффективна, чем профилактический прием в кабинете. Совместить полезное с приятным, провести с семьей яркий и познавательный выходной – еще один актуальный тренд нашего времени, когда необходимо успеть все.